С начала года в Брестской области потонули больше за 40 человек. Это больше, чем за аналогичный период минулого. А минулый в свою очередь перезайшел по количествах вер воды год попередний. Таким чином тенденция выразна свечить. С каждым годом людей тонет все больше. Как эту тенденцию переломить. По шоку отказа на питание прокуратура в области просвятила координационную нараду с уделом простойников МНС, Товариства вырабатывания на водах и мясовых органов УЛАДы. По водоле селетних взводок, большость потонувших на момент несчастного выпадку купались у реках и озерах. У лидеров сумной статистики Драгичинский, Столинский, Барановецкий, Кобрынский районы и московские областные центры. Причем первоважная большость загинула в местах, недозволенных для купания. На думку областной прокуратуры, видовочная недопроцовка отказных заворотований и органов мясовой УЛАДы. Меня как прокурор области не может устраивать то обстоятельство, что за практически 6,5 месяцев этого года к административной ответственности за купание в запрещенных местах в области причин всего лишь 3 человека. Это нонсенс. При том, что большая часть погибших купались как раз в запрещенных местах. Нас не устраивает ситуация с профилактической составляющей. Сайт как Республиканского общественного объединения «Освод», так и областных его структур, он абсолютно не соответствует духу времени, он не информативен. Отстоять життя товариства в воротовании на водах и у плане дислокации воротовальных станций. Мы некоторые места признаем пригодными для купания, оборудованы там пляжи, а спасательная станция находится на другом месте. Это нонсенс. Поэтому мы предлагаем незамедлительно эту ситуацию исправить. Еще одна прокурорская пропонова. При выкладании у школах основу безопасности житодейности повеличить сколько из годин, отведенных на вылучшение беспечных поводин на воде. Особным пунктом разглядали на координационной нараде меры безопасности в аквапарках. Как показывают нечастные выпадки в приватности опошника, или у кобры не загинула школьница, меры безопасности необходимо перегружать. В республике Дагетуль не распространены одинные правила беспечных поводин у таких установок. Кожаная корыстается внутренними. Мы полагаем, что эти правила следует унифицировать, ужесточить и строжайшим образом соблюдать. Именно в таком случае количество погибающих, в том числе в аквапарках, можно свести к минимуму. В проекте решения нашего координационного совещания предлагается как республиканскому добровольному обществу «Освод», так и мы по линии прокуратуры, по линии областного исполнительного комитета будем предлагать совету министров разработать такие правила в республиканском масштабе. Тем часом на Брещину вернулася пляжная надворья, а значит и погроза новых несчастных выпадков на водоемах. Будет осуществляться усиленный надзор и контроль за положением дел на данных объектах. Будут усилены рейды с работниками милиции, работниками МЧС, «Освода». Может, даже мы других будем заинтересованы привлекать к данной тематике. Но вопрос таков, что, коль там большое количество людей, значит, там должен быть, прежде всего, конечно, порядок. Алиса Грогорчук, Александр Воронин, областные новины, Брест.